Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Ивидное ТВ. О событиях Ленинского округа сегодня вам расскажу я, Олеся Попова, и мои коллеги. Итак, далее коротко о главном. Волонтеры Ленинского округа доставили гуманитарный груз для участников спецоперации. Думали, загрузим все микроавтобус, поедем на моей машине. Но оказалось, что все то, что мы собрали, в одну машину не влазит. Фестиваль уличного кино впервые прошел в Центральном парке города Идное. Подготовка шла. Сначала выбирали очень долго всей командой фильмы. Загружали, перегружали. День ортальмологии отмечают в России 8 августа. Я надеюсь, что у моих детей тоже будет желание помогать окружающим людям. В Ленинском отделении общества инвалидов были организованы сборы доставка гуманитарного груза для участников специальной военной операции на Украине и жителей Донецкой и Луганской народных республик. Вместе с гуманитарным конвоем в Белгородскую область съездили и несколько волонтеров. Они вернулись и встретились с нашим корреспондентом Максимом Козловым, чтобы поделиться впечатлениями. Несколько дней со всей Московской области доставляли груз в Ленинское отделение общества инвалидов. Неравнодушных людей у нас немало, и груза оказалось намного больше, чем рассчитывали организаторы гуманитарной акции. Думали, загрузим все в микроавтобус, поедем на моей машине. Но оказалось, что все то, что мы собрали, в одну машину не влазит. Нам руководство видновских организаций выделили вторую машину «Газель Некст». В результате мы поехали двумя машинами. Машины обе были загружены полностью. Вместе с гуманитарным грузом в поездку отправилось несколько волонтеров в пункт назначения поселок Ровенки в Белгородской области. Главное, что на них произвело впечатление по приезду, на строй россиян, принимающих участие в специальной военной операции. Молодой парень, он с Крыма. Ну, я говорю, вот ты здесь что, по контракту, да, вот деньги. Он говорит, да вы что, говорит. А кто будет русским, русскоязычным помогать? Кто, если не я, говорит. У меня, говорит, отец, говорит, и дед, говорит. Значит, тогда отец и дед пойдут. Лучше я, говорит, это сделаю. Я молодой, как бы это все в моих силах. Вот это впечатлило, конечно. Помимо вещей и продуктов, волонтеры привезли медикаменты, которые были, наверное, самым ценным грузом. Хирургическая сестра, которая приехала, она сутки ехала до вот этого штаба, куда мы привезли гуманитарную помощь, потому что они ехали под обстрелами. К сожалению, да. И вот она приехала, даже плакала. Ее очень тронуло то, что мы такие неравнодушные, откликнулись и привезли им медицинскую помощь. Привезли волонтеры и письма от воспитанников детских садов округа. Простые слова, написанные детской рукой, растапливали суровые мужские сердца. Когда мы передавали эти письма, у некоторых стояли слезы в глазах. С нами был один военнослужащий, у которого пятеро детей. И он говорит, это вот как будто я побывал дома. Это как будто мои дети передали. И настолько трогательно. Практически все, что привезли с собой волонтеры, это конкретные просьбы конкретных людей, которые не понаслышке знают, что требуется участникам спецоперации. Я непосредственно купил инструмент. Инструмент был куплен по заказу командира роты. И мы купили и шуруповерты, и болгарки, и расходные материалы, диски, саморезы, гвозди. В общем, все то, что он написал, мы все купили. Кроме всего прочего, волонтеры убедились, помощь дошла до адресатов. И распределяется она максимально эффективно. Вот чувство локтя. Они, вот угощаешь их чем-нибудь, они не возьмут там два-три пирожка. Они один возьмут и говорят, нет, спасибо, сейчас ребята придут, им тоже надо. Плук сигарет даешь, они нет, пачку берут, к остальным. Уже планируется новая поездка, и вновь волонтеры повезут только самое необходимое. То, в чем действительно нуждаются участники спецоперации. Мы планируем поехать в октябре. Просили антибиотики кишечные, от головы обезболивающие. То есть, в принципе, вот самый необходимый, да, у нас есть список, мы его потом огласим. Волонтеры не сомневаются, что и на новый призыв о помощи откликнется огромное количество неравнодушных людей. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. День офтальмологии отмечают в России 8 августа. Праздник приурочен ко дню рождения знаменитого отечественного доктора Святослава Федорова. О своей профессии и о правилах гигиены зрения рассказала врач Видновской поликлиники Ирина Крестьянинова. Офтальмологом я стала, потому что так хотела моя бабушка. В детстве всегда играли с ней врача и пациента. И всегда она мечтала, у нее были проблемы со зрением, и она хотела, чтобы я ее вылечила. Ирина рассказывает, в детстве воспринимала слова бабушки как шутку. А когда настал час выбирать профессию, всерьез задумалась о том, что хочет помогать людям. Теперь девушка может быть полезной и близким, и десяткам других видновчан, которые ежедневно приходят в ее кабинет, чтобы четче смотреть на мир. Кстати, самая распространенная проблема, с которой пациенты обращаются к офтальмологу – возрастные изменения, в особенности катаракта. Катаракта – это помутнение хрусталика. Чаще оно возникает с возрастом, но бывают другие проблемы. То есть после травмы или если есть сопутствующие какие-то заболевания глаз. Если во взрослую поликлинику обращаются с диагнозами, которых практически невозможно избежать, то в детскую приходят, как правило, с проблемами, вызванными неправильной гигиеной зрения. Ирина рассказывает, в юном возрасте проще всего заработать минус или плюс, проводя время перед экранами и за учебниками. Вредно для зрения читать лежа. Детям поменьше гаджетов, поменьше просмотров телевизоров. К потенциальным врагам хорошего зрения относятся также телефоны и компьютеры. Чтобы избежать проблем, следует помнить и соблюдать ряд правил. Не смотреть на яркие экраны в темноте, держать гаджет на расстоянии не менее 40 сантиметров от глаз и выполнять гимнастику. При работе, например, за компьютером есть такое правило – 20 минут смотрим на экран и 20 секунд смотрим на предмет на расстоянии 7 метров. Вот, ну, 20 минут получается. То есть правило 20. Ирина делится эти простые правила, соблюдает сама и будет прививать своим детям. Кстати, девушка мечтает, что ее ребенок возьмет пример с мамы и тоже станет офтальмологом. Врач – это очень благородная профессия, и мы помогаем людям. И я надеюсь, что у моих детей тоже будет желание помогать окружающим людям. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Фестиваль уличного кино впервые прошел в Центральном парке города Видное. В кинотеатре «Под открытым небом» зрители познакомились с девятью короткометражными фильмами российских режиссеров. Присоединилась к просмотру и наша съемочная группа. Фестиваль уличного кино – один из самых необычных и продолжительных проекта. Стартовал 29 июня и продлится до сентября. В рамках мероприятия летние площадки превращаются в кинозалы, где все желающие могут посмотреть короткометражные фильмы российского производства. В этом году к фестивалю впервые присоединился Центральный парк города Видное. Очень приятно в парке вечером под открытым небом смотреть кино. Если бы было регулярно, конечно, посещал бы. Потому что такой формат проведения весьма нравится. В парке был организован небольшой кинотеатр под открытым небом. Расположившись на удобных мягких креслах, зрители посмотрели девять картин участников фестиваля. Среди них режиссерский дебют Александра Петрова и фильмы с участием Ивана Янковского, Аглая Тарасова и Милыша Биковича и других известных актеров российского кинематографа. Подготовка шла. Сначала выбирали очень долго всей командой фильмы. Загружали, перегружали. В последний момент поняли, что флешки не работают. Заново все это перезагружали. Потом придумывали, куда поставить экран. Было два варианта. Но все зависело от погодных условий, от солнца. В итоге остановились на подиуме. Видновчанка Ирина Дубровская узнала о фестивале из афиши в парке. Хорошая идея организовать просмотр на свежем воздухе. Достаточно легкие фильмы. И все-таки, наверное, с воспитательным эффектом, я все-таки думаю. После просмотра всех фильмов участников прошло зрительское голосование. На протяжении этого месяца в каждом городском округе Масовской области проходит данный фестиваль. Соответственно, одни и те же фильмы показывают. Зрители голосуют, потом лучший фильм выберут. И приз, по-моему, полтора миллиона рублей, если не ошибаюсь, за лучшую работу. Фестиваль уличного кино дарит молодым режиссерам уникальную возможность показать свои работы сотням тысяч людей. И получить непредвзятую зрительскую оценку. А для посетителей сеансов почувствовать себя настоящим экспертом в области короткометражного кино. И просто интересно провести летний вечер. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В эти выходные в Центральном парке более 300 юных посетителей бесплатно получили мороженое. Акция проходила в рамках благотворительного проекта «Твори добро видное». Сладкое лакомство в жаркий летний день с удовольствием дегустировали как малыши, так и подростки. Подробности в репортаже Галины Житковой. В жаркий летний день в Центральном парке довольно многолюдно. Видновчане предпочитают проводить семейные выходные в уютном месте, где можно не только прогуляться, но и с пользой провести время. Я этот парк знаю вообще с детства. То есть он раньше здесь совсем другим был. Ребенку нравится ходить на батут. Он очень любит батуты. Аттракционы все хорошие, очень ему нравятся. И так вот в выходные хорошо прийти, в тенечке погулять. Прямо при входе в парк юных посетителей встречали аниматоры и приглашали на интересную развлекательную программу. Ребята весело попрыгали, а потом пошли на мастер-классы и любимые аттракционы. Но неожиданно обнаружили еще один приятный сюрприз. Акция, наверное, она должна быть постоянной, потому что жара колоссальная. И мороженое хоть как-то может скрасить, во-первых, время пробождения в парке, а во-вторых, украсить как-то жаркие дни. В этот день представители благотворительного проекта «Твори добро видно» и сотрудники парка отдыха бесплатно раздали шесть коробок вкусного лакомства. Довольные любители сладкого с удовольствием дегустировали мороженое и рассказывали о своем летнем отдыхе. Ты любишь мороженое? Да. А какое мороженое, может, любишь особенно? Может, рожок, может, пломбит? Я эскимо люблю. Ух ты, здорово! Скажи, а лето как проводишь? Что интересного делаешь? Скейтпарки катаюсь больше всего. Летом 2022 в Центральном парке проходит много развлекательных программ. Это как большие областные акции, так и уютные семейные праздники. На август тоже запланировано немало интересного. У нас предстоит 20-го числа открытый город. Это региональное мероприятие, которое обязательно к исполнению во всех муниципалитетах. Большая фестиваль, большая ярмарка, соответственно, будет сельского хозяйства, продуктов, скажем так, домашнего производства. Поэтому мероприятий предстоит еще много. До конца лета еще почти месяц. За хорошим настроением и приятными впечатлениями приходите в Центральный парк города Видное. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Далее коротко о погоде. Начало недели порадует жителей Ленинского округа приятной прохладой. Столбики термометров будут держаться около отметки в 20-22 градуса. Кроме того, в понедельник, вторник и среду возможны осадки и ветер до 7 метров в секунду. С четверга синоптики снова обещают жаркую погоду и ясное небо. Воздух нагреется до 26 градусов, а осадки маловероятны. Такая картина, по прогнозу, продержится до конца недели. Успевайте насладиться теплом в последний месяц лета. Мы желаем вам активной и продуктивной рабочей недели. До новых встреч в эфире.